Повесть Любови Воронковой Валентинка Валентинка видит ее, как живут. Вот она, в синем платье, с черной развивающейся прядкой волос. Она испуганно кричит «Валя! Валечка!» И вдруг удар! Бомба! Валентинка опомнилась среди каких-то разбитых бревен. Видно, ее отбросило волной. И отсюда увидела черную яму, груда обломков и клочья синего платья под рухнувшими кирпичами. Она царапала эти кирпичи, раскидывала их, кричала, звала маму. Мама не откликнулась. Чужие женщины оттащили ее от развалин и насильно увели куда-то. И потом дорога, деревни, снега, лес и все время мороз. Вы чего там затихли? Беспокойно спросила мать. Что случилось? Она вошла в горницу и сразу увидела помертвевшее лицо Валентинки. Об чем разговор был? Ну, обратилась она к девчонкам. Вы что ей сказали? Мы ничего, ответила Варя. Мы только про книжку. А про немцев даже не говорили, добавила Монок. Таиска только спросила. Не правда, что мамку немцы убили? Мать рассердилась. Ух, как она рассердилась. Даже покраснела все. Она схватила Таиску за руки, нашлепала и выгнала из горницы. Бессовестная, кричала она на Таиску. Жалости у тебя нету, сердца у тебя нету. Или у тебя вместо головы пустой котелок на плечах. Таиска ревела, а девчонки, видя такую грозу, бросились на кухню. Поспешно надели свои валенки и одна за другой шмыгнули за дверь. Иди сюда, дочка, паскова сказала мать Валентинки. Иди, посиди со мной. Послушай, что я расскажу тебе. Валентинка молчала в серую скамеечку возле ее ног. Мать рассказывала какую-то сказку. Валентинка не слышала ее. Мать стояла у нее в глазах, стояла такая, какой она видела в последний момент, испуганная, с развивающейся прядкой. И Толя, обхватившаяся ее шею обеими руками.